Всем привет, с вами Алфокс. Сегодня речь пойдет о текстурках. Если вам не нравятся стандартные вырвиглазные текстурки Грега, то эти вам точно придут по душе. Начнем, пожалуй, с самого основного. Это машинки, которые тоже преобразовались. Смотрите теперь, как они выглядят. Например, если я хочу сделать в Basic Mixer какой-нибудь предмет, добавляю предметы и смотрю. Смотрите, когда эта машина работает, такие вот текстурки мигают, меняются. Разве это не замечательно? Смотрите, как это все выглядит. Это трансформер. Дальше у нас Basic Electric Oven. Пережигать можно что-нибудь, например, алмазик. Пережигаем. Тоже имеет вот такую текстурку. Неплохо, да? Да, вот эти вот текстурки совсем недавно появились в открытом доступе. Сделал их Даниэль. Если вам будет интересно и появятся вопросы насчет этого текстурка, точнее уже ресурс пака, то ссылка будет на его страницу в описании. Можете спокойно спрашивать, если он, конечно, захочет ответить на эти вопросы. Дальше посмотрим, как выглядит теперь Alois Meltor. Правильно ли я сделал вопрос, чтобы получить блок? А, вроде бы нет. Ну ладно, попробуем сделать то, что тут показывается. Ну, какой-нибудь, например, Mold Nuggets делаем. Mold на английском Mold. Так, Mold Nuggets. Сюда, сюда слиток. И сейчас вот так он горит. При работе появляется вот такая вот текстурка. Неплохо. А Basic Assembly Machine тоже имеет свою анимацию. Ну, правда, небольшую, конечно, но она все-таки есть. При работе она просто загорается зеленым цветом. Вот тоже неплохо. Здесь тоже горит. Bending Machine я уже не помню, как будет выглядеть, но можно посмотреть. Кстати, нужен чип. Ладно, не буду заострять внимание на Bending Machine. Можно посмотреть компрессор, например. Потому что с компрессором, может, точно будет интереснее немного. Загорается красным цветом. Дальше. Массератор. Вот. Точно. Массератор это самая интересная часть. Когда мы кладем сюда какой-нибудь предмет, когда массератор работает, сверху вот эта вот часть крутится. Вот этот вот ротор, который дробит руду, он крутится. Выглядит это, конечно, очень классно. И также есть лазер-энгрейвер. С Diamond Lens, с алмазными линзами он работает вот так. Мне нужен Smooth Light Concrete. Вот. Вот так он работает. И происходит такая анимация с этими текстурками. Замечательно просто. Теперь я эти текстурки буду использовать во всех гайдах о Греге. Если кто-нибудь спросит, я буду присылать их на это видео. Можете посмотреть. Потому что ссылка на эти текстурки будет в описании. Что еще можно вам показать? Diamond. Diamond. Да. Diamond Ore. А, что-то я не... А, да. Я что-то неправильно сделал, действительно. Diamond. Diamond. Вот так вот. Где, где Purified? Часть, часть. И, к сожалению, его я не вижу. Возможно. Возможно, где-то затерялось, или я снова не вижу. Ну, давайте вот так сделаем. Крашет. Gold. Tin. А, я понял, почему не получается. Потому что я, возможно, отключил все вот эти вот руды, которые получаются с Грегом. Или Грег сам их отключил, чтобы не показывалось и не нагружало на них. Ну, ладно. Это еще не все. А можно, на самом-то деле, посмотреть вот так. Так, видите, когда я их в руке держу, происходит анимация того, как работает вот этот вот предмет. Sifting. Sifting Machine. Так, тут очень много рецептов. А, возможно, как раз появится тот, который нужен. Нет, не появится, потому что, как я уже говорил, этих Purified Aura нет. Ну, дальше идет у нас Rock Breaker. Как он работает? Soft Hammer. Включаем. Когда вот этот вот Rock Breaker производит булыжник, либо он производит, например, даже я сейчас покажу обсидиан. Берем Red Stone. Кладем его сюда. Забираем. И сейчас произойдет, появится точнее обсидиан. Вот он, обсидианчик. Здесь лоба, здесь вода. Ну, и происходит вот такая вот обработка и получение булыжника и обсидиана. Также тут есть сразу под текстурками новые, под новыми текстурками красный гранит и черный гранит в виде Cobblestone, в виде кирпичей. Дальше. Как работают, например, турбины? Это базовая паровая турбина. Мне понадобится немного пара. Вот так возьму. Не то. Даст его Крафт 2. Стрим. Не то. Тоже не то. А простой. Где тут? Простой пар. Вот, кстати, он простой пар. Когда работает турбина, здесь происходит анимация вращения ротора. Вот это вот все. Замечательно так выглядит. Если можно использовать дизель. А дизель тоже можно использовать. Даже у капсул другие текстурки. Помещаем сюда дизельное топливо. И здесь тоже все мигает при работе. Анимация работы машины тоже показывается. Есть несколько видов, например, для машин. Машинковых. Корпусов. Для низковольтных. Ультра. Лоу вольтаж. Такие вот цвета. Они делаются из стали. Видите, из стали. А. Даже нет. Это раньше они делались из стали. Из четырех пластин. А сейчас они делаются уже из перекованного железа. Сейчас из стали делается только лоу вольтаж машин. Вот. Но они имеют все остальные. Все остальные предметы имеют вот такую вот текстурку. Темное, синюю. Это уже алюминий у нас идет. Хай вольтаж. Я уже не помню из чего. Стэнли стил. Потом титан. Танк стил. И так далее. Ну, тут есть очень много видов. Или ультра вольтаж. Из чего они делаются. Мне очень интересно. Я уже не помню. Из осми. У осми. Вот такая вот текстурка. Синя-синя. Ну, есть также вот такие вот паровые бойлеры из Грега же. Но они стандартные. Точнее, в самом начале развития используются. Это маленький угольный бойлер и лава-бойлер высокого давления. Остается добавить сюда немного лавы. Так, и можно посмотреть, как это все будет выглядеть. Вот лава добавлена. Здесь появляется такая анимация. После того, как начнет кинетироваться пар, он будет идти по этим замечательным трубам. Здесь несколько видов, которые передают именно жидкости. Эти пары будут отправляться в массератор, который тоже при работе будет иметь свою анимацию. Можем поместить. Как только пар-тур появится, можем увидеть, как будет работать стим массератор. Стим экстрактор тоже будет работать. Дальше идет флюид на квадах реакторов. Тоже имеет новую текстурку. Ну, в общем, многие машины тоже имеют новые текстурки. Хотя некоторые и не доработаны, потому что ресурс пак доделан на 80%. Но, значит, он будет дорабатываться. Даниэль это обещал. Ультра-лоу-вольтейш. Различные фильтры поставил, регуляторы. Так, это у нас буфер для сундука. Супер буфер и так далее. А есть также руды. Руды тоже поменяли немного текстурку. Похоже на фейтфул. Потому что за основу были взяты как раз-таки фейтфул текстуры. Видите? Тут у нас есть коэл-блоки. И, конечно же, вот эти вот микрочипы. Если поближе подойдем. Так вот. Вот. Они, можно сказать, выходят из рамки. И выглядят тоже замечательно. Так, это у нас что? Да, торбы. И, конечно же, батарейки тоже сменили свою текстурку. Правда, не все. Я заметил, кстати, то, что тут есть батарейки, которые не сменили текстурки. Или мне это показалось? Нет. Не сменили. Вот эти вот маленькие батарейки не сменили текстурки. Но в скором времени они тоже изменят. Остается только немного подождать. Когда доделают вот этот вот ресурс пак. Ну, в общем, вот такой вот новый ресурс пак вышел под Грега. Если вам он очень понравился, переходите по ссылке в описании, скачивайте, ставьте себе на сборку, где есть естественный Грег. Играйте с этими новыми, замечательными текстурками. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!